Всем привет! Вы снова на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня в обзоре будет ноутбук от фирмы Acer. Снова Travel Mate, но только устаревший вариантик. Немного постарее, попроще, дешевле, понятно. Построенный также на платформе Intel. Еще добротный корпус такой тяжеленький, тоже такой мощный, крепкий корпусик. Это у нас 15,6 дюйма, HD матрица, LED матовая. Тут установлен процессор Intel Pentium 2020 M, 2,4 Гц, чипсет HM70. У нас 4 ГБ оперативной памяти, одной планкой может быть. Винчестер был 500, появились битые сектора. Сейчас поставил я 256 VitaData, SSD. Intel HD графика встроена, DVD, фэб-камера, Wi-Fi, Bluetooth 2,6 кг. В комплекте идет зарядочка маленькая, 65 Вт, компактная, такая прикольная. Здесь, кстати, даже наклеечка есть полностью характеристики данного ноутбука. Круто сделано. Так, у нас адаптер ADP-65VHD, входящий у нас в тонны 240 В, 1,5 А, 56 Гц, входящий 19 В, 3,42 А, плюсик внутри. Такая компактная зарядочка, индикатора заряда я не вижу, то есть, работы зарядки. Штекер-трандактор G-образный, это Acer, подходит. То есть, такая, ничего, зарядочка, по-моему, неплохо выглядит. Так, рассмотрим сам ноутбук. Здесь у нас такой глянцый, перламутровый, такой серый цвет, Acer, тут металлическая такая вставка. И спереди у нас есть индикаторы, которых уже в обоих ноутбуках уже нету. Вот здесь еще она присутствует. Здесь у нас первая идет картридер, SD, microSD и тому подобное. Четыре индикатора у нас. Первый индикатор работы ноутбука, второй заряд батареи, то есть, разряжено-заряжено. Третий, это работа винчестера, которой уже практически нету в современных ноутбуках. И четвертый, это включение Wi-Fi. Динамику спереди не вижу. Микрофон, с левой части посмотрим. Подключение блока питания, E-bit Ethernet, решетка вентиляции процессора, затем идет у нас VGA выход, HDMI выход, USB 2.0 с плюсиком, подзарядка, возможно, устройств в выключенном состоянии. Два аудиорасъема. У нас первый идет микрофон, второй идет наушники, еще не спаренный. С правой стороны еще два USB, скорее всего 2.0, то есть, такая бюджетненькая, DVD-RV, привод и противогоночка. В задней части у нас ничего нет, немного выступает батарейка. Вот и все. В нижней части у нас идет сама модель, ноутбук изготовлен в 2013 году, 11 месяц, 24 число. То есть, не такой уж древний носительный, не такой древний. Есть вот такая штучка, я уже не раз делал обзоры на ноутбук, и вот здесь вот, возможно, какой-то брейдик, что-то тут устанавливается. Не знаю, что конечно, но много раз уже видел у лейсеров, такая тема, как будто там какой-то модем, там еще эта батареечка у нас вынимается. Сюда нажимаем и вынимается. Здесь также есть моделька Travelmate P253 серия, также модель V5WC1, также пишется 19 вольт, 342 ампера зарядочка. Аккумулятор у нас AC10D81, еще в дужечках там есть 3INR19-65-2. 400 мАч, 48 ватт-час, 10,8 вольт. Батареечка также у нас 13-го, 08-го, тоже 13-го, родная батареечка, вроде бы еще немного широта держит. Разобрать данный ноутбук внутри нужно обязательно раскустить вот эти 3 винтика тут есть дополнительных, чтобы снять внутреннюю часть ноутбука. Кроме этого у нас тут вентиляционная решетка для системы охлаждения процессора. Еще одного вентиляционная решеточка, также у нас вот этот винтик открывает, чтобы вы не бреет. Кроме этого мелкие оборядки у нас еще раз, два, три, четыре, пять резиновых ножичек. Тут на двух винтах, один винт где-то не закрутил. Открываем, поддеваем. Защелочка стандартная, как в Acer, вот такая примочка. Так, у нас S650 ADATA, а ADATA я поставил с SD-шку. Снимается она просто, тут у нас двигается влево и это все снимается. Заметим, что внутри есть винты, которые обязательно нужно раскрутить, если вы будете разбирать данный ноутбук. 1333 память Kingston, 4 гбатт на планку одной штукой. Можно поставить еще одну четверочку, будет оборяд типа восьмерочка. Двухканальный режим, дать производитель не только системы, но и видеокарты. Wi-Fi модуль, видите, когда поставить с Qualcomm, скорее всего. Все, в принципе, здесь максимальный обряд это раз, два, три, ну и возможно там процессором что-то поиграться. Так, смотрим внутри. Внутри тоже все простенько, дешево и сердито. Так, здесь у нас матрица, матовая HD-шная, резиновые прокладочки есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Плюс есть заглушки для того, чтобы разобрать матрицу. Вверху у нас веб-камера с индикатором работы веб-камеры и одно отверстие под микрофон. Вот так у нас запрятано там, типа так выглядит. Внизу Acer написано, в верхней части у нас дешевый, короче, дешевый такой моделька. Что-то у меня такое было похожее на другом процессоре. Тоже такой неплохой вариантик. Тогда у меня было там Sandy Bridge. Здесь уже что-то похожее. Возможно, даже похожее ноутбук у меня был в обзоре. Точно не знаю. Так, у нас есть вот два динамика, скорее всего, где-то один и второй. Кнопка включения самого ноутбука. Тачпад священ влево. Fn после контрола. Все нормально. Ctrl-Shift сюда нажимаем без проблем. Есть отдельная клавиатура для работы. Работаем. Перекуляторная клавиатура. Через Fn можно по клавишам. И разделенные у нас, кстати, тачпада клавиши. Ну, майже практически разделены. Здесь полоса прокрутки. Через Fn у нас F3 у нас включение Wi-Fi. F4 у нас уход сон. F5 внешний монитор. F6 выключение подсветки матрицы. F7 отключение тачпада. F8 отключение звука. Эти пропущены. В 12 screen lock. Print screen. Brick. Дальше у нас подхом у нас play-pause. Page up у нас stop. Page down предыдущий трек. End следующий трек. Также стрелка вверх у нас больше громкости. Стрелка вниз у нас меньше громкости. Также влево меньше яркости, больше яркости. Также дополнительные клавиши доллар и все такое. Так, запустим сейчас BIOS. Посмотрим, что там и как оно. Так, запускаем эту тему и нажимаем у нас Inside H2 BIOS. У нас процессор Intel Pentium 2020M 2.4 Гц. У нас уже SSD ADATA SU-650. Вереса BIOS 2.14. Так, Travel Mate TPM 25. Acer. Так, все есть. Дальше у нас стандартное менюшка. Время, объем оперативной памяти. Видео памяти 128 выделяется. Загрузка с сети. Загрузка через F12 клавишу. Выбор устройств, что грузить. D2 Recovery, Wake Up One, SATA Mode, HACI или IDE. Понятно, что в таком режиме только HACI уже. У нас SSD. Здесь Security Bot. Всякие настроечки. По Security Bot у нас выбираете или UFI или Legacy BIOS. То есть по старинке UFI через GBT систему. Legacy через MBR. Если вдруг какие-то у вас нюансы не грузится в Windows, зайдите в BIOS и выберите такой вариант. И возможно у вас все полечится. Также по умолчанию тут выбирается уже Security Bot Enable. Это в принципе неплохая тема. Возможно даже 11 Windows не будет мотивироваться. По умолчанию Windows Bot Manager это выгрузится у нас SSD. То есть UFI BIOS для пяти. Дальше HDD, ETAPE, USB. Выбирайте как к себе. Можно выбрать с помощью F5 и F6. Вверх-вниз вот так листаете и все. Все, дальше у нас выход. Сброс всех настроек по умолчанию. Сохранить, войти. Все как в стандартных BIOS. Призагружаем, выгрузим систему. Смотрим дальше. Так, смотрим подробнее дальше настроечки. Так, у нас суммарная информация. Pentium 2020, Intel 2.4 Гц. Материнка Acer Travel Mate TPM 25. Также в принципе практически называется сам ноутбук. Чипсет Intel Point HM70, Intel EV Bridge. То есть EV Bridge. Это у нас свет третьего поколения Intel. Так, памяти у нас показывает 3900. Съела видеокарта, не у него 4 ГБ. Планка 1600. Здесь даже 2 ГБ. Intel HD 2500. Графика AU Optronix. Материца B156XTN02.3.15.6. Intel Point HDMI через HDMI звук. Кроме этого, есть RealTek LX-C269. Здесь у нас стандартный SATA. Так, SATA 3 у нас SSD-шка, у нас ISU650. Да, там отшита DVD-рам-привод UJ8E1. Пишите и читаю DVD-CD-привод диски. Так, есть у нас Bluetooth. Broadcom, геобитный Ethernet. Тековый это Qualcomm Aeros AR5B WB220W адаптер Wi-Fi. То есть, есть Bluetooth и все. По аккумулятору у нас степень износа 20%. Производитель LG. Даже так. То есть, батарея LG вроде неплохо. Должна живенькая еще. Живая батарейка 47-520 максимально. Там было 48, ну вот так 37-746. Максимальная емкость. Немного подсела на 20%. Ну и так неплохо вроде бы нужно держать. Можно посмотреть сколько приблизительно. Она подсчитает датчиком, пока она там подсчитывает. У нас температура сейчас 10 градусов на балкончиках. Холодно, 30 градусов у нас простое. Ну, вот материнка 48. Ну, греется. Нагрузочку дали. Все. Так, пока не считает. Пока показывает просто 99. Ага, 5 часов. Ну, неплохо держит в принципе. Это так приблизительно практически 6 часов. Так что вроде неплохой. Пока не грузишь. Так, системная плата. Процессор E4.2. 22 на 0,35 Вт. 2 ГБ 3-го кэша. У нас 35-ти ватт на максимум 43. Нагрузочка. Стимная плата. Трилмейт. Память. Трилмейтон. 1600. Частоту поддерживает. Да, чипсет поддерживает 1600. Максимум 16 ГБ. Сейчас у нас одноканальный режим. Биос версии 2.4. Так что я говорил, у FI будет разрешено. Секрет будет разрешено. То есть, как бы для 11-го Windows уже есть начало. Дисплей и графический процессор. У нас 2500 графика Intel HD. Вот 11.1 Direct. Седьмого поколения. Есть турбо режим 1100. 1400 простое. Там нагрузочки может больше. Даст результат. Если дать ему чуть-чуть нагрузочку, то там будет немного лучше. Ну, кроме этого, это у нас одноканальный режим. Так что у нас что-то лучше тут пока не будет. Так, пасмар тут понятно. Новая SSD-ка ничего там не скажет. Ну, а так вот такая у нас характеристика у неё. Вот, 520. Скорость сечения максимальная. Что-то записи ничего не показывает. Да, чтение 520. Ну, неплохо. Быстро будет читать. Всё будет чётенько. Здесь по тестам чтения. Одноканальный режим будет не так быстро всё делать. Ну, 12000. У нас 1600 память. Работает неплохо. 12. Заметим, очень быстро тест проходит. Это связано с SSD-кой. Наверное, и с чем не знаю. Тоже 11,5. Задержки памяти. Здесь средние. Тайменные у нас там вышли 11-ые вроде. Вот, задержки больше делать. 66,4. 11,11,28. CR1. Цепл. Квиныш. Роспособен процессор. Наверное, офисный стандартный режим. 1500 стандартный для такого процессора. Не быстро и не медленно. Чисто офисная такая система. Так. Сервис. Дианостика монитора. Смотрим. Ну, матрица обычная. Что-то на него хватит. Максимальная яркость. Мат. Ну, это чисто мат. И, то есть, они будут там такие сочные, яркие цвета. Ну, и, в принципе, хватает для обычной пользы. Дешево. Тем более, этот ноутбук где-то в районе на все еще день около 100 долларов стоит. Ну, в принципе, и плохой вариант за эти деньги. Как для такая обычная офисная рабочая машинка. Еще посмотрю точно. Возможно, где-то около 100. Ну, там, может, ну, больше. Запустим YouTube. Тестанку, вот, не имеет смысл запускать. Потому что у нас на канале режим. И быстро она точно не будет. Летать. Так. Загрузилась. Подключили. Подключаю. Пишем, как всегда, 4К. Ну, пишем 4К. Ну, по звуку. Звук простенький. Ничего особенного. У него, ну, такой бюджетенький, дешевенький. 720 без проблем. 1080. Тоже тянем. 2К уже грузим. Ну, уж и что так тянет. Ну, сейчас у нас одноканальный режим, то, конечно, вот, 4К немного так тянет, ну, задержку ее немного, как бы тянет. Немного дергается, погружается, а так, в принципе, вылочит. Вот, вылочит для него сам и то. Без вопросов тянет. Я думаю, что поставить одну планочку в памяти, и еще можно даже запустить тест танку. Ну, это нужно проверять. Или он потянет. Нужно 1600-ую планочку. Не знаю, что у меня есть. Попробую запустить тест танк. А пока, так как для рабочей машины, неплохой такой вариант. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк и подписывайся на мой канал. Это был АСС АЕСЕР Трэвел Мэйт. Безжетненький вариант на пентюме двухъядерном 4 ГБ по ССД-шке. Вместо винта. И, в принципе, ноут жил, живой, быстрее стал работать. Новых встреч. Всем пока. Подписываемся в группу компьютерная технология в Фейсбуке. И, также, телеграм-канал Компьютер Технологии. Все ссылочки в описании, либо на моем канале. До новых встреч.